Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня у нас фактически одни доклады. Так, Беличева Дарья Михайловна. Есть такая? Здесь. Здравствуйте. Давайте, Дарья Михайловна. Так, хорошо. Так, мой экран видно? Да, хорошо. Давайте смотрим. Ох, как. У нас 1 января 70-го года. Чудесно. Чудесно. Я меняла дату. Я меняла дату. Я не знаю, почему она не поменялась. Давайте слушаем вас. Итак, тема моего доклада «Теорема о прогнозе разнообразия». Зовут меня Беличева Дарья. Группа НКНБД 0.1.21. Ну и остальная информация обо мне представлена на слайде. Начать хотела с цитаты Юги Бера. Трудно делать прогнозы, особенно насчет будущего. Цель моей работы – исследовать теорему о прогнозе разнообразия. В соответствии с этой целью были поставлены задачи, с которыми вы можете ознакомиться на слайде. Актуальность данной темы состоит в том, что теорема о прогнозе разнообразия применима к моделям, которые делают численные прогнозы или оценки. Ну, например, это может касаться прогнозирования увеличения продаж, где было бы полезно объединить различные оценки, поскольку коллективное понимание группы часто сравнивает ошибки и превосходит точку зрения только одного человека. Ну и прежде чем переходить к самой теореме, к ее понятию и разбору, хотела немного углубиться в историю и рассказать про эксперимент Гальдена, Фрэнсиса Гальдена. В 1906 году в городе Плимут, Великобритания, на сельской ярмарке был проведен эксперимент. Фрэнсис Гальден в качестве развлечения посетителей ярмарки предложил на глаз оценить вес выставленного на всеобщее обозрение ВК и написать эту цифру на специальном билете. За правильный ответ организаторы шоу обещали призы. И в результате в голосовании приняли участие около 800 человек. Среди них были как заядные фермеры, так и люди далекие от скотоводства. И Гальден, собрав после этой ярмарки все билеты для анализа, вычитал среднее арифметическое значение для всей выборки и получил значение 1197 фунтов. Реальный же вес ВК оказался 1198 фунтов. Каким-то непостижимым образом разношерстная публика дала ответ максимально приближенно к реальному показателю. То есть ответ публики был точнее, чем ответ отдельно взятого эксперимента, например, мясника или скотовода. Гальден до этого себя доверил в селекцию и превосходство одних людей над другими, но был вынужден сменить это направление и даже сказал, результат кажется более достойным доверия к демократическому суждению, чем можно было ожидать. Данный эксперимент упоминается во многих статьях, книгах в том числе. Этот эксперимент упоминает Джеймс Суровецкий в своей книге «Мудрость толпы». «Почему многие умнее немногих, как коллективная мудрость формирует бизнес, экономику, общество и нации?» Книга опубликована в 2004 году. В книге рассказывается про объединение информации в группах, что приводит к решениям, которые часто могут оказываться лучше, чем могли бы быть приняты любым отдельным членам группы. Итак, «Мудрость толпы» — это коллективное мнение группы людей, а не одного эксперта. Исследования «Мудрости толпы» обычно объясняют превосходство средних значений толпы над индивидуальным суждением устранением индивидуального шума. То есть объяснение предполагает независимость индивидуальных суждений друг от друга. Таким образом, толпа склонна принимать наилучшие решения, если она состоит из разных мнений и идеологий. Ну и слово об этом, наверное, как очевидно, «Не все толпы, группы обладают той самой мудростью». И рассмотрим пять элементов, необходимых для формирования мудрой толпы по мнению Суровецкого. Это и есть ключевые критерии, которые отделяют мудрые толпы от рациональных. Первое — это разнообразие мнений. То есть у каждого человека должна быть какая-то своя личная информация, своё мнение, и оно отлично от другого. А далее идёт независимость. Мнения людей не определяются мнениями окружающих. В окружающих у нас нет такого, что кто-то влияет на другого, и от него зависит его мнение. Далее идёт децентрализация. То есть у нас нет какого-то одного человека, который диктует остальным свои знания, какие-то факты, которыми эти люди потом пользуются. У нас все люди могут, ну, имеют доступ к общедоступным знаниям, на основе которых они делают свой вывод какой-то. Так, далее идёт агрегация. Ну, то есть мы вот наши разношерстные вот эти мнения, суждения можем объединить в коллективные решения. Ну и доверие. Каждый человек верит, что коллективная группа справедлива. Ну и, наконец, переходим к самой теореме о прогнозе разнообразия. Эту теорему представил Скотт Пейдж, американский социолог и заслуженный профессор в области сложности социальных наук и менеджмента. И звучит она так. Квадрат ошибки в коллективном прогнозировании равен среднему квадрату ошибки минус прогнозируемое разнообразие. Следовательно, когда разнообразие в группе велико, ошибка толпы невелика. И вот формула, которая описывается. Это теорема. С – предсказание толпы. Т – это истинное значение параметра. С – это индивидуальные оценки параметра. Возможно, она кажется сложной, но на самом деле там, ну, она простая. И чтобы получше разобрать, как она работает, рассмотрим пример. Допустим, у нас есть три человека. Они должны предсказать, сколько посетителей придет в закусочную на обед в определенный день. Реальное число людей, пришедших на обед, равно 18. По результатам предсказаний, Катя предсказала, что придет в закусочную 10 человек, Костя сказала, что придет 16, а Марьян сказала, что придет 25. Ну, чтобы посчитать среднее значение, мы складываем все эти предсказания и делим на их количество, ну, просто среднее арифметическое. Считаем и получаем значение 17. Далее посчитаем квадратичную ошибку каждого человека. То есть из реального значения, true value, мы вычтем предсказание каждого человека, взведем в квадрат. Получим вот значение, представленное на слайде, и тогда средняя ошибка будет равна 39. В это время ошибка толпы равна true value, 18 минус предсказание толпы, 17, возведенное в квадрат. Это получилось 1. И чтобы понять, как же так получилось, почему это имеет смысл, мы рассмотрим разнообразие. Разнообразие – это вариации в предсказаниях. Мы посмотрим на предсказание каждого человека и его отдаленность от среднего прогноза. То есть средний прогноз у нас 17, ну, предсказание каждого человека, здесь 16, 25 соответственно. Опять же таки, вычтем одно из другого, взведем в квадрат. Сложим это и поделим на количество, и получим разнообразие 38. Таким образом, у нас получается 1 равно… 1 – это ошибка толпы, равно 39, а средняя ошибка минус 38 – разнообразие. Ну, собственно, таким образом мы пришли к теореме о прогнозе разнообразия. Данные вычисления, которые я выполняла руками, также удобно выполнять на языке программирования от Джулия. Она в целом хорошо подходит для работы со статистикой. Вот мы можем… В ней есть библиотека статистика, из которой нам понадобится метод мин, среднеарифметическая, чтобы найти. И вот такая функция для вычисления компонентов теоремы о прогнозе разнообразия получилась. Вот так мы вычисляем и получаем… Ну, и можем посчитать для какой-то любой выборки, для любых значений, для любых реальных значений и для любых предсказаний. Можем посчитать среднюю ошибку, ошибку толпы и разнообразие. То есть вот мы в теореме передаем true value, реальное значение и вектор какой-то предсказаний. И вот такой результат получаете, который я уже получила руками. Выводы. Мною была исследована теорема прогноза разнообразия. Ну и список литературы. Спасибо за внимание. Спасибо. Очень интересно. Бычок хорошо был нарисован. Спасибо. Это мне напомнило фильм «Полосатый рейс». Если вы смотрели. К сожалению, нет. Но я нашла из видео какого-то. Хорошо. Спасибо. Демидова Екатерина Алексеевна. Есть ли? Да, я здесь. Меня слышно? Да. А теперь должно быть еще и видно, да? Да, вот хорошо, да. Тема моего доклада – «Модели случайного блуждания». Работу выполнил я, Демидова Екатерина Алексеевна, студентка группы НКНБД 0.1.21. Целью работы являлось исследовать модели случайного блуждания. Задача входила дать теоретическое описание моделей и привести примеры реализации. Вплоть до конца XIX века теоретики изучали дифференциальные уравнения и моделирование явлений природы их детерминированными решениями. То есть считалось, что зная все начальные данные, можно с определенностью предсказать будущее. Но рождение квантовой механики в первой четверти XX века дало начало новой физике, а значит и новым теоретическим основам всех наук, которые содержат чисто статистический элемент. Примером применения математических моделей случайного блуждания является моделирование движений цен на фондовом рынке, исследование диффузии в жидкостях, моделирование случайных процессов биологии. Для реализации использовался язык программирования Джулия и библиотеки, которые представлены на слайде. Сначала рассмотрим одномерное дискретное случайное блуждание. Рассмотрим независимые, одинаково распределенные случайные величины, такие, что вероятность того, что величина принимает значение 1, равняется p, а минус 1 – 1 минус p. Последовательность таких случайных величин называется простейшим случайным блужданием напрямой, а если p равняется q, то такое случайное блуждание называется симметрично. Рассмотрим реализацию. Используется библиотека StatsBase для выбора шага вверх или вниз, заданной вероятностью. Все эти шаги записываются в массив, и в результате получаем первый график для симметричного блуждания, а второй при вероятности шага вверх больше, чем вниз, а именно 4 десятых. Перейдем к Виннеровскому процессу. Виннеровский процесс теории случайных блужданий – это математическая модель бруновского движения. Виннеровский процесс – масштабируемый предел одномерного случайного блуждания, а значит, что если взять случайное блуждание с очень малыми шагами, то можно будет получить приближение к Виннеровскому процессу. В работе Виннера этот процесс определялся следующим образом, как представлено на слайде, где ε случайная величина со стандартным нормальным распределением со средним 0 и дисперсией 1. Время у нас дискретно. Процесс этот обладает следующими свойствами. В нуле он равняется нулю, является почти достоверно, и процесс этот с независимым превращением. Также разница между значениями процесса в два момента времени распределена по нормальному закону, для большого количества шагов это разность близка к нормальному закону со средним 0 и дисперсии t минус s по центральной предельной теореме. Так я и буду это моделировать. Здесь представлена функция генерирующая траектория для данного процесса. Для этого я посчитала коммутативную сумму значений, распределенных по нормальному закону со средним 0 и дисперсии, равной шагу. И проведя 100 экспериментов, получили такой результат, который, как видно, отличается от одномерного случайного блуждания из-за размера шага. Перейдем к броуновскому движению. Вообще, началом стахастического моделирования природных явлений принято считать описание явления броуновского движения, которое открыто броуном в 1827 году, когда он проводил исследование движения пыльцы растений в жидкости. Оно долго оставалось загадкой, удовлетворительное объяснение отсутствовало вплоть до 1905 года, когда Эйнштейн опубликовал свое объяснение. И такое же объяснение независимо предложил Смолуховский, который также внес значительный вклад в дальнейшее развитие теории броуновского движения. В решении проблем броуновского движения, предложенным Эйнштейном, основные моменты следующие. Движение броуновской частицы вызывается крайне частыми ударами со стороны непрестанно движущихся молекул окружающей жидкости, и движение этих молекул столь нерегулярно, что их воздействие на взвешенные частицы можно описать только вероятностным образом и очень частых статистически независимых ударов. Мы можем смоделировать приближенное броуновское движение с помощью Виннерфского процесса, функция, которая была описана ранее. И здесь представлен результат для 100 шагов в частице и для 1000. Теперь перейдем к геометрическому броуновскому движению. Знаменитый прогноз фондового рынка Моргана заключался в том, что цены будут колебаться. Теория спекуляции Бешелье в 1900 году постулировала, что цены колеблются случайным образом. Теория случайного облуждания предполагает, что изменения цены на активы являются случайными. Это означает, что цены на акции движутся непредсказуемо. Так что прошлые цены не могут быть использованы для точного прогнозирования будущих тем. Идея о подверженности изменения цен броуновскому движению встречается в исследовании Осборна. Он вводит термин геометрическое броуновское движение. Это случайный процесс с непрерывным временем, логарифм которого представляет собой броуновское движение. Он применяется в целях моделирования ценообразования на финансовых рынках и используется преимущественно в моделях ценообразования опционов. Конечная модель изменения цены записывается в виде стахастического дифференциального уравнения, который представлен на слайде. Здесь у нас есть Виннеровский процесс, Ню — это параметр сноса, а Сигма — параметр волатильности. Параметр сноса определяется как средняя величина изменения, переменной за единицу времени. Также у этого уравнения есть точное решение, которое также представлено на слайде, и с помощью этого точного решения смоделируем, использовав также функцию Виннера, которая была показана ранее. И в результате получим график, который действительно напоминает движение цен. С помощью этого движения можно сгенерировать потенциальные будущие траектории цен на акции. однако генетическое бронеское движение имеет некоторые ограничения, например, тот факт, что он предполагает постоянную волатильность и не отражает всех нюансов поведения цен на акции в реальном мире. И в результате данного описания и выполнена программная реализация простейшей модели случайного блуждания Виннеровского процесса и геометрического бронеского движения. На данном слайде представлен список траектории. Что означает волшебное слово волатильность? Волатильность это изменение цены. Но оно характеризует изменчивость цены. В Мацтате как называется эта величина? Мацтате? Ну вот это название которое используется среднее значит вам задание прочтите вот вы все ближе и ближе да это один из центрированных моментов но вы говорите так как будто это какой-то отдельный смысл имеет нет это просто издевательство они математики не знают и придумывают свои термины но расскажите потом что это за центрированные момент хорошо я изучу Камкина отсутствует да Морозов отсутствует Федорина Эрнест Я здесь я здесь сейчас все покажу так виден экран да хорошо давайте значит меня зовут Федорин Эрнест Васильевич я из российского университета дружбы народов и доклад у меня будет по теме дилемма заключенного значит сначала общая информация обо мне еще раз Федорина Эрнест Васильевич моя почта мой гитхаб фотография дальше перейдем к ведению у нас будет такая цель работы исследовать концепцию дилеммы заключенного в теории игр а также мы с вами рассматриваем механизмы которые позволяют нам достигать сотрудничества в условиях когда индивидуальная рациональность приводит коллективно невыгодным исходом задачи у нас будут описать суть дилеммы заключенного и принципы модели рассмотреть условия при которых возможно сотрудничество и изучить стратегии повторяющиеся дилеммы заключенных там будет такие две основных стратегии определения значит дилемма заключенного это классическая задача теории игры демонстрирующая что два рациональных индивида могут не сотрудничать даже если это в их обоюдных интересах в типичной формулировке каждый из заключенных делает выбор между предательством другого и сотрудничеством то есть молчанием например не зная выбора сделанного партнером результат выбора влияет на степень их наказания значит вот наглядный пример у нас есть два человека которые совершили преступление совместно какое-то если они оба доносят друг на друга они получают много 4 года тюрьмы если один доносит а второй не доносит соответственно один освобождается а второй ходит вообще на 5 лет в тюрьму и соответственно они могут друг друга не сдавать и они получат всего два года тюрьмы оба еще еще раз немножко про принципы модели как это выглядит в общем виде да есть таблица в которой у нас сотрудничество и предательство и ну просто такая простенькая табличка в которой есть 4 основных выплаты да то есть принято выводы игры принято назвать в виде выплаты за какие-то комбинации действий вот либо действия вот значит первая выплата у нас это награда за взаимное сотрудничество вот то что мы видели два года люди получили ну как награда потом это искушение предать когда один предает а другой сотрудничает это когда ну это выплата человек который предает далее у нас наказание за взаимное предательство и доход лохат так называемый когда игрок сотрудничает а его предают соответственно это самая невыгодная ситуация когда вот человека там посадили на 5 лет соответственно у нас в этой модели есть свои условия соответственно это t больше r соответственно если должно должен титут тот факт что выгода за потенциальное предательство больше чем выгода за сотрудничество а выгода за сотрудничество больше чем взаимное предательство а взаимное предательство у нас больше чем предательство когда сам человек хотел сотрудничать соответственно есть второе условие оно обеспечивает стимул к сотрудничеству в групповой динамике то есть если мы просуммируем баллы людей которые они получили со сотрудничества либо за приятельство они в групповой динамике если оба человека сотрудничают тогда у нас они получат больше баллов суммарно нежели получат человек который просто предал кого-то соответственно в классической дилемме заключенного первое условие означает что предательство является доминирующей стратегией для каждого игрока это самая рациональная стратегия это приводит к парадоксу когда игрока выбирают предательство и по итогу они получают чуть ли не самый наихудший результат хотя могли бы получить довольно-таки хороший по крайней мере неплохой дальше перейдем повторяющий дилемме заключенного что это это почти то же самое но с небольшим количеством итераций любым количеством итераций больше одного допустим у нас есть два игрока а и б играющих дилеммы заключенного пять раундов опять у нас будут те же самые выплаты да скажем то есть за взаимное сотрудничество мы получаем три балла за одностороннее предательство выплаты предателю будет пять за взаимное предательство наказания там в виде всего лишь одного балла и за предательство когда нас предали мы получаем ноль соответственно вот у нас табличка вот у нас табличка в которой я уже сразу перехожу к стратегии у нас опять же вот пять раундов и в каждом роде что-то происходит я сразу пишу стратегии на примере стратегии ока за ока когда в том случае вообще стратегии когда нас предают мы предаем в ответ соответственно мы сотрудничали сотрудничали как можно видеть да на выплачивали 3-3 балла и затем нас предали то есть мы получили ноль игрока он играет по стратегии ока за ока вот и опа игрока видимо играет по этой стратегии потом уже он придает а потом его опять предают то есть это ну вроде бы такая нормальная стратегия но вроде бы тоже не до конца выгодная есть например пример из реальной жизни например торговые войны когда у нас есть две страны которые вводят различные тарифы относительно товаров там друг друга вот импорт-экспорт соответственно они могут друг для друга поставить низкие тарифы или высокие тарифы и это все может проходить тоже итерационно то есть в одном там полугодии или квартале такие тарифы в другом такие и например случае если у нас высокие тарифы будут с обеих стран тогда у нас сотрудничество будет практически невозможно а если у одной страны страны высокие у другой низкие тарифы она будет выгодно работать с другой страной а вот второй стране будет совсем не выгодно она будет вынуждена это делать и терять что-то терять либо ничего не получать от этого. Есть также стратегия око-за око с прощением. Она похожа на классический око-за око, но у нее есть такое отличие. Она позволяет нам с какой-то определенной вероятностью прощать предательство оппонента, чтобы стимулировать возраст сотрудничества. Есть пример с цифрами. У нас, допустим, 5 раундов, и игрок А использует стратегию око-за око с прощением. Казалось бы, вот видите, он получил всего 9 баллов, но учитывая то, что игрок Б действовал совсем непредсказуемо, мы не могли со 100% вероятностью сделать хороший результат. Поэтому мы сделали хоть какой-то результат, и вот простили человека, и начали сотрудничать на четвертом раунде. И хоть какое-то количество баллов мы получили. Я тогда посмотрел, что Анатолий Рапопорт, по-моему, применял эту стратегию, и с ней он смог выиграть в турнире по теории игр. Это, кстати, та задача из теории игр. Дальше есть пример из реальной жизни, например, дипломатические отношения. Это, опять же, связано, например, как были торговые войны. Но здесь в целом дипломатические отношения между странами часто следует принципу, по которому и работает стратегия око-за око с прощением. Например, если одна страна принимает непопулярное решение или действие, которое наносит ущерб другой, другая сторона может все равно простить ее действия, просто попросить, чтобы такого не повторялось в будущем, и потом они уже будут сотрудничать. То есть невыгодно каждый раз предавать друг друга в рамках дипломатических отношений. Дальше. Выводы. Делемы заключенного являются фундаментальной задачей в теории игр, показывающей сложность достижения оптимального коллективного исхода в условиях, когда индивидуальные решения приводят к коллективно невыгодному результату. Введение повторяющейся дилемы заключенного и разработка стратегии сотрудничества предлагают механизмы преодоления первоначальной дилеммы. Они подчеркивают важность взаимодействия, взаимного доверия, уважения и предвидения долгосрочных последствий решений. Вот. И физическая литература. А на этом у меня все. Большое спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Теория игр — это достаточно специфический математический аппарат. Я думаю, что предложивший его... Кто его предложил? Анатолий Рапопорт. Нет, теория игр. Теория игр. Кто предложил? Игры разом осмотрели, да, фильм? Нет, я хотел посмотреть. Джон Фан Неймон? Ну нет, ну нет, не Йохан Фан Неймон. Нет. Ну? Сумасшедший. Кто? Наш. Наш, да, конечно, Наш. Он с ума сошел. Но только непонятно до того, как придумал или уже после. Ну, фактически, основная суть всего аппарата теории игр — как нам сформулировать, сделать формализм математической модели, избегая дифференциальных уравнений. То есть, фактически, там все дифференциальные уравнения переписаны в виде большого набора слов и, в крайнем случае, там разностные уравнения. Фактически, этот формализм соответствует нормальным формализмам с дифференциальными уравнениями. Но я так понимаю, что экономистам и гуманитариям разным формализм, где нет дифференциальными уравнениями, понравился больше. Поэтому теории игр очень популярны среди гуманитариев. Купцов, Максим. Здравствуйте. В прошлый раз какие-то проблемы с микрофоном были? Скажите, сейчас хорошо слышу. Вот сейчас я вас слышу, давайте. Отлично. Сейчас включу демонстрацию. Подскажите, видно? Да, хорошо. Мой доклад на тему «Умение и удача» выполнился. Почему не переключается? Выполнил Купцов Максим Ахмедович, студент группы НФИБД 0121. Давайте начнем. Соответственно, в любом виде спорта время от времени случаются совершенно непредсказуемые результаты каких-то соревнований или матчей, после которых каждый из нас вполне себе может задать вопрос, вообще насколько важны умения определенного спортсмена-профессионала, если он может потерпеть поражение перед тем соперником, который является слабее, чем он. Или другими словами, насколько важна удача в профессиональном спорте. Соответственно, ответ на этот вопрос может понять как риск, так и перспективы занятия. В принципе, когда речь заходит об удаче, мы подразумеваем совокупность обстоятельств, которые определенным образом повлияли на результат. При этом внешние факторы играют важную роль в любых соревнованиях, то есть будь то футбол, хоккей, теннис, баскетбол, спортивное единоборство, фигурное катание и так далее. Но при этом каждый вид спорта уникален, и мера отклонения от ожидаемого результата, которая называется дисперсией, всегда зависит именно от выбранной игры. Соответственно, я заметил некую закономерность. Чем выше дисперсия определенного вида спорта, тем более зрелищной и интересной становится игра для обычного зрителя. Это обусловлено возможностью более слабого оппонента остаться победителем в конкретном событии и ведет к повсеместно обсуждаемым исходам. Приведу пример спорта с высокой дисперсией. Это любые спортивные профессиональные единоборства. Например, ММА. Соответственно, если мы будем наблюдать за более слабым оппонентом, спортсменом, который вышел против фаворита данных соревнований, то мы будем примерно предполагать, что выиграет фаворит. Но при этом в один момент фаворит нечаянно подворачивает ногу и получает техническое поражение. А спортсмен, за которым мы наблюдали, получает все регалии, победу на турнире и всеобщее внимание. Если посмотреть внимательно, то можно прямо сказать, что ему просто повезло, что фаворит получил травму. Соответственно, победил более слабый оппонент. Но правило с дисперсией работает и в обратном направлении. То есть, если дисперсия маленькая, то вид спорта менее зрелищен и практически непопулярен. Например, шахматы. Потому что чемпионы мира годами сохраняют свой титул, и крупные турниры вообще редко удивляют своими результатами. Да и вообще рядовому любителю не очень интересны подобные матчи, потому что в шахматах очень мало зависит от внешних факторов. Соответственно, актуальность моей темы заключается в том, что из-за постоянного растущего уровня конкуренции осознание вклада удачи и умения в достижение успеха приобретает критическое значение. При этом не только в спорте, но также в предпринимательстве и научных дисциплинах. Соответственно, знания позволят формулировать более эффективные стратегии и более эффективно прогнозировать итоги в различных сферах деятельности. Объектом моего исследования является взаимодействие умений и удачи в математических моделях различных процессов. Соответственно, предметом является анализ влияния этих факторов и разработка подходов к их оптимизации. Научная новизна заключается в том, что большинство моделей практически не рассматривают вклад удачи в успех, а я попытался разработать модель, которая как раз также рассматривает и удачу, что позволит получить более точные и предсказуемые ответы. Реальная польза данного исследования проявляется в возможности применения полученных моделей для совершенствования стратегического планирования в широком диапазоне деятельности от спорта до экономики образования. И оно способствует улучшению качества принятия решений и также повышает шансы на успешное достижение целей. Соответственно, целью исследования является разработка математического модели, которая пишет взаимодействие умений и удачи. Есть гипотеза, которая предполагает оптимальное сочетание умений и удачи, которые зависят от конкретного контекста. Соответственно, первой задачей была формализация понятий умений и удачи в математическом виде. Я приведу пример с умением, которое на английском языке называется skill. Мы возьмем S как случайную величину, которая представляет уровень, умение. И мы, соответственно, можем предположить, что это S имеет некоторое нормальное распределение с определенным средним ню от S и какое-то стандартное отклонение бета от S. И, соответственно, таким образом мы можем представить умения вот следующим образом. Полностью аналогично происходит для удачи. Соответственно, математическая модель умений и удачи может быть представлена с помощью линейной комбинации умений и удачи, где коэффициент альфа определяет вес каждого из факторов. Соответственно, мы предполагаем, что итоговый результат, outcome, зависит от суммы умения и удачи, пропорционально их весам. Соответственно, альфа находится в промежутке от нуля до единицы, включая обе границы, и отражает важность удачи по сравнению с умением. То есть при альфа равном нулю результат полностью зависит от умения. А при альфа равном единице полностью от удачи. Ну и вообще, в общем случае, альфа – это переменная, которая может быть определена в зависимости от конкретного контекста. То есть, например, в шахматах альфа будет равна нулю. Давайте не писать. Соответственно, математическая модель позволит оценить, насколько умение и удача влияют на итоговый результат и определить оптимальное соотношение между ними. Я применил эту модель на практике на каких-то примерах. Соответственно, первый мой пример – это стабильная удача и растущие умения. Соответственно, график иллюстрирует, что когда удача остается на одном и том же уровне, увеличение умения приводит к постепенному и предсказуемому росту успеха. И оно, соответственно, этот график подчеркивает значимость непрерывного совершенствования и развития личных навыков для достижения лучших результатов. Следующий – это стабильное умение и случайная удача. Соответственно, при постоянном уровне умений у нас происходят колебания, которые зависят от удачи. График отражает тот факт, что при наличии умений фактор случайности может сильно повлиять на исход, делая его непредсказуемым. При стабильном умении и отсутствии удачи успех остается постоянным и полностью определяется уровнем умений. То есть такой сценарий предполагает, что исход зависит только от навыков и усилий без влияния внешних случайных событий. Следующий – это стабильное умение и удача. Он, конечно, не сильно отличается, просто ошибка на самом деле, ауткам должен быть выше. Это наилучший вариант для человека, когда он имеет оптимальное сочетание и приводит к постоянству успеха. И последний. Последняя модель – это растущая удача и отсутствие умения. На самом деле модель практически неприменимая в реальной жизни, так как удача не может быть растущей из-за того, что это случайная единица. Но, в принципе, график демонстрирует, что при отсутствии умения, навыков или компетенции успех полностью зависит от удачи. И он отображает, что даже без определенного набора навыков можно достичь результатов, если повезет. То есть это сценарий, когда улучшение исхода полностью зависит от повышения уровня удачи. А это может наблюдаться только в ситуациях, где твои личные навыки или умения роли не играют вовсе. Соответственно, проведенный анализ показал, что в разных сценариях оптимальное сочетание умений и удачи может существенно различаться. Как итог, хочется сказать, что была разработана математическая модель, которая описывает взаимодействие умений и удачи в различных процессах. И полученные результаты показывают, что нужно учитывать не только как умение, но и удачу, и при этом находить оптимальный баланс между этими факторами. Список литературы и спасибо за внимание. Спасибо. Лебедева Ольга Андреевна. Здравствуйте, меня слышно? Да. Так, теперь должно быть еще и видео. Да, хорошо. Здравствуйте, меня зовут Лебедева Ольга, я студентка группы NFE BD0221 и представляю сегодня тему «Дилемма заключенного». Информация обо мне, которая уже прозвучала, и сразу начнем. Итак, «Дилемма заключенного» — это у нас один из самых известных парадоксов сотрудничества, который демонстрирует, почему действия в собственных интересах не всегда приводят к лучшему результату. Суть дилеммы была сформулирована Мирилом Фладом и Мелвином Дрэшером в 1950 году, а название ей дал математик Альберт Тайкер. Актуальность состоит в том, что парадокс позволяет нам рассмотреть стратегическое взаимодействие между рациональными субъектами, которые находятся в условиях, где их решения влияют не только на собственную выгоду, но и на выгоду других участников. Понимание таких ситуаций и выработка оптимальных стратегий играют важную роль в различных областях, где у нас присутствует конфликт интересов. Основной целью и задачей будет исследовать систему выигрыша-потерь, выявить равновесие по НЭШу и выявить также дилеммы заключенных в ситуациях, которые присутствуют в различных сферах нашей жизни. Предмет и объект исследования, научную новизну, гипотезу и так далее я пропущу. И сразу начнем. Классическая дилемма заключенного представляет собой у нас стратегическую ситуацию в теории игр, где двум участникам предлагается выбор между сотрудничеством и изменой. Если оба участника сотрудничают, это приводит к лучшему исходу для обоих, чем если оба решат предать друг друга. Однако, если один участник сотрудничает, а другой решает предать, то последний получает значительную выгоду, в то время как сотрудничающий сталкивается с потерями. Таким образом, каждый участник сталкивается с проблемой выбора, зависящей от решений и действий другого участника, включая возможность обоюдного предательства. Добавим немного ясности в дилемму и сформулируем ее следующим образом. Если вы оба обвините друг друга, то получите по два года колонии. Если сдадите своего напарника, а он промолчит, то вас выпустят на свободу и в таком случае он получит три года колонии. Соответственно, если вы промолчите, а ваш напарник вас сдаст, вы будете сидеть три года. Ну и если вы решите промолчать, и ваш напарник тоже вас не сдаст, то вы оба получите только по одному году колонии и после вас выпустят. Здесь у нас при анализе игры для каждого заключенного необходимо учитывать, что они принимают решения на основе максимизации своего собственного выигрыша, при условии, что выбор другого заключенного неизвестен. Таким образом, для каждого заключенного оптимальной стратегией будет та, которая минимизирует его возможные потери, независимо от выбора другого заключенного. Если мы будем анализировать стратегии, то тогда, если обозначим наших заключенных за x, y, тогда, если заключенный x у нас промолчит, а заключенный y решит его сдать, то x получит три года в тюрьме, что является худшим исходом. Таким образом, для x оптимальную стратегию будет сдать. Аналогичная ситуация у нас произойдет и с заключенным y. Таким образом, доминирующей игровой стратегией для каждого из них становится дача показаний. В этом случае игровое равновесие устанавливается, когда они оба признаются и получат по одному году наказания. Данное равновесие достигается потому, что дать показания каждого участника является оптимальной при заданной стратегии другого участника. И достигнутое равновесие является равновесием по Nash. Нетрудно заметить, что Nash равновесие не является наиболее оптимальным для участников. Если бы они оба выбрали стратегию не признаться, то получили бы только по одному году. И в этом случае говорят, что равновесие не является парэто оптимальным. Если что, критерий оптимальности по парэто у нас звучит так, что нельзя улучшить положение какого-либо из участников игры, не ухудшив положение другого. Если бы преступники смогли договориться заранее, то, возможно, они бы смогли достичь парэто оптимального равновесия. Но даже в случае договоренности каждый из них имеет стимулы отступить и признаться, чтобы избежать наказания полностью. В этом случае эгоистические интересы каждого из участников и недоверие к напарнику заставляют преступников выбрать вариант признаться. Согласованное поведение участников будет нерациональным, если мы будем рассматривать это с индивидуальной точки зрения для каждого из участников. Теперь рассмотрим реальные применения и дилеммы заключенных. Первый можно привести из сферы экологии. Например, совместное пользование ресурсами, такие как вода, воздух, природные запасы. Допустим, у нас есть рыбак, и он сталкивается с выбором между увеличением своего вылова, то есть что может привести к истощению рыбного запаса, или сокращением вылова. Это может ухудшить его индивидуальные доходы. В результате каждый рыбак может быть склонен к выбору краткосрочной выгоды, что в дальнейшем приведет к общему ущербу. Второй вариант – это в спорте. В мире спорта спортсмены иногда сталкиваются с выбором использовать допинг, чтобы улучшить свои результаты, или играть честно. Каждый спортсмен может решить, использовать это преимущество, либо же сохранить честную игру и свою репутацию. Однако использование допинга может повлечь за собой негативные последствия для здоровья спортсмена и ущерб его карьере в будущем. И третий пример – это деловые переговоры. Например, представим ситуацию, что два бизнес-партнера могут столкнуться с ситуацией, когда каждый из них хочет получить максимальную выгоду из сделки. Однако они также могут понимать, что если будут слишком жадные и попытаются взять все себе, это может навредить отношениям и даже привести к потере сделки. И в этом случае каждый из них сталкивается с выбором между сотрудничеством, чтобы достичь взаимовыгодного решения, или так называемым предательством, пытаясь получить максимальную выгоду за счет другого. Таким образом, можно сделать вывод, что исследования чаще всего показывают, что в контексте дилеммы заключенных у нас нет однозначно выигрышной стратегии для всех игроков, и результаты игры зависят от выбранных стратегий и действий других. Однако стратегия сотрудничества часто считается все-таки более предпочтительной в долгосрочной перспективе, потому что она способствует созданию доверия и устойчивым отношениям. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Парфенова. Здравствуйте. Демонстрирую экран. Все видно? Да, на весь экран, да, хорошо, да. Так, сейчас секундочку слайдую, вот, прекрасно. Так, значит, здравствуйте. Меня зовут Парфенова Елизавета Евгеньевна. Я из группы НФИБД-0221 Российского университета Другого народов. И сегодня я хотела бы представить доклад на тему «Игра полковника Блот». Собственно говоря, на слайде предоставлена информация о докладчике, которую я уже рассказала. И если говорить об актуальности моего доклада, то вообще «Игра полковника Блота» имеет прямое отношение ко многим сферам нашей жизни. Она применяется во многих из них. И помогает нам понять, какие факторы влияют на принятие решений и как выбранная стратегия, да, может помочь в условиях неопределенности и неполной информации, как вообще выбрать нашу стратегию в таких условиях. Ну, это достаточно актуально, так как в современном мире он достаточно часто меняется. Вот, поэтому изучение «Игры полковника Блота» полезно. Целью моего доклада является описание игры полковника Блота, это представление ее условий, обсуждение различных стратегий и равновесие нэши в контексте игры, а также рассмотрение приложений игры полковника Блота, да, то есть практических применений модели в различных сферах жизни. А также на слайде представлены задачи, которые, в принципе, созвучны с целью, поэтому мы перейдем далее. Что же такое игра полковника Блота? Игра полковника Блота — это разновидность игры для двух человек с нулевой суммой, то есть когда выигрыш победителя эквивалентен проигрышу проигравшего. Вот, и в данной игре игрокам поручено одновременно распределять свои ограниченные ресурсы по нескольким полям сражений. Эта игра вообще была, ну, она была предложена французским математикам Эмилем Борлем в 1921 году. Вот, и я предлагаю посмотреть ее более подробное описание и пример. Значит, если говорить о более подробном описании, то как у нас вообще чаще всего звучит эта игра? Два лица однократно, одновременно и не зная стратегии друг друга распределяют свои ограниченные ресурсы между некоторым количеством фронтов. Значит, у нас один из оппонентов выигрывает поле сражения, если выставил на него большее количество ресурсов, а всю игру выигрывает тот, кто одержал победу на большем количестве фронтов. Вот, если мы, например, представим, что мы выставили там X ресурсов на одно из полей сражения, а наш противник выставил Y, то если посмотреть на систему, можно увидеть выигрыши за каждое из полей сражений в зависимости от ситуации. То есть, если количество наших ресурсов больше, чем у противника, мы получаем единицу, если они равны, то мы получаем ноль, а если их сменьше Y, то есть количество ресурсов, которое выставили мы, оно меньше, чем то, которое выставил противник, то мы получаем минус единицу. Чтобы было более понятно, давайте рассмотрим пример. Значит, вообще полковник Блот — это главный персонаж данной игры, поэтому мы будем рассматривать пример как раз для него. Предположим, что у полковника Блота и его противника есть по 100 солдат, которых им нужно распределить по трем фронтам. Это можно делать, как уже, наверное, понятно, совершенно различными способами. Но давайте рассмотрим способ, который предложен в варианте номер один на первой табличке. Предположим, что полковник Блота выбрал такую равновесную стратегию, расположил на каждой из фронтов почти что одинаковое количество солдат, а его противник выбрал стратегию 40-40-20. И таким образом можно прямо из таблицы увидеть, что вообще-то противник побеждает в данной игре, так как на двух фронтах количество солдат у него превышает количество солдат у полковника Блота. И на самом деле, доказано несколькими примерами, что равновесные стратегии, то есть расположение войск по равновесной, это почти что всегда заведомо проигрышные стратегии. Можно ли победить стратегию, которую предложил противник? Ну, конечно, можно. Это можно увидеть на втором варианте, на второй табличке. Там полковник Блота заведомо говорит, что ему второй фронт, он стратегически не важен, поэтому он располагает свои войска на первом и третьем. И таким образом на первом и третьем он побеждает, так как 50 больше 40 и 50 больше 20, а второй фронт он умышленно отдает противнику, что не помогает противнику победить в игре, и побеждает в этой игре полковник Блота. На самом деле из этого можно сделать вывод, что в игре полковника Блота у нас при одинаковом количестве ресурсов всегда можно распределить ресурсы так, чтобы победить противника. То есть, по сути, заведомо выигрышной стратегии у нас нет. Конечную форму игры удобнее всего представлять в виде матрицы выигрышей. Матрица выигрышей – это таблица, которую вы видите на слайде. В ней представлены возможные результаты для игры, для каждого игрока в зависимости от выбранных ими стратегий. Матрица игры для нашего примера достаточно маленькая, просто потому что пример очень простой. Но тут можно, думаю, интуитивно понять, что если у нас полковник Блота выбирает стратегию B1, то есть вот свою равновесную, вот эту 33, 34, 33, а его противник выбирает стратегию K1, то полковник Блота проигрывает, получает минус один, полковник, точнее, его противник получает единичку. И получается для второго случая полковник Блота выигрывает, а его противник проигрывает, получая соответственные выигрыши. далее мы поговорим о стратегиях вообще стратегия это полный план действий при всевозможных ситуациях которые возможны в игре вот в теории игры различают две два вида стратегии это чистую стратегию и смешную стратегию а чистая стратегия эта стратегия при которой игрок выбирает одну конкретную действенную линию без использования случайных элементов то есть он выбирает какую-то одну стратегию и никаким образом не меняет ее в на протяжении игры вот если говорить о чистой стратегии в контексте игры полковника блота то это вот то что мы рассмотрели в примере то есть мы выбираем конкретную стратегию например 40 40 20 и не меняем ее вообще не в каком случае это чистая стратегия в смешанной стратегии уже вмешивается случайность то есть смешанная стратегия это стратегия которая включает себя вероятности для каждой чистой стратегии то есть у игрока есть несколько чистых стратегий предположим да и он говорит что будет использовать каждую из этих стратегий с не с определенной вероятностью вот и соответственно вообще вот именно смешанная стратегия она также игроком принимается начале игры и не меняется по ходу по ходу игры а элемент случайности как раз обеспечивается тем что у него несколько чистых стратегий которые он выбирает с определенной вероятностью. То есть если, например, у нас есть стратегия, которую мы выбираем с вероятностью p, и вторая стратегия, которую мы выбираем с вероятностью 1-p, то наша смешанная стратегия будет выглядеть как пара вероятности p1-p. И там, если, например, у нас p равняется 0,7, а 1-p, соответственно, 0,3, то мы выберем первую стратегию в 70 случаях. Также мы можем поговорить про равновесие Нэши в контексте игры полковника Блота. Вообще равновесие Нэши — это набор стратегий в игре для двух и более игроков, в котором ни один участник не может увеличить свою выгоду, изменив стратегию, если другие участники своих стратегий не меняют. Для того, чтобы более конкретно показать равновесие Нэши в игре полковника Блота, я приведу пример. Сразу скажу, что пример будет очень конкретным и буквально подбит для того, чтобы явно показать равновесие Нэши в данной игре. Значит, у нас есть, опять же, полковник Блота и его противник, и у каждого из них по 100 солдат и два поля сражения. Из всех предлагаемых стратегий для такого случая мы выберем всего лишь четыре. И это стратегии, когда полковник Блота может выставить всех солдат либо на первый, либо на второй фронт, и то же самое может сделать его противник. То есть это стратегия B1-B2 и K1-K2. Вот, матрица выигрышей в нашем случае будет выглядеть вот так. Но для того, чтобы явно показать равновесие Нэши, я решила ввести такое правило. Да, было решено. Значит, мы, если силы противника и полковника Блота на одном фронте равны, то есть, например, полковник Блота выставил 100 солдат на первый фронт, и то же самое сделал его противник, то оба противника автоматически проигрывают и получают по минус единиц. И вот тогда в таком случае наша матрица выигрышей выглядит вот так, вот как вы видите на слайде. Получается, если у нас полковник Блота и его противник выбирают первые стратегии, соответственно, стратегии с нижним индексом 1, то они получают по минус единице, так как тогда силы на полях равны. И то же самое происходит, если они выбирают стратегии B2-K2. Если же они выбирают стратегии, например, K1-B2, то что происходит? Происходит то, что полковник Блот у нас выигрывает на втором фронте, а его противник выигрывает на первом фронте. И в итоге они получают по нулю, так как игра заканчивается ничьей. И то же самое, по сути, происходит, если полковник Блота выбирает стратегию B1, а его противник – стратегию K2. Вот это, в принципе, и называется равновесие минеша в данной игре, так как никто из оппонентов не будет стремиться увеличить свой выигрыш, потому что это, в принципе, невозможно. При условии, что его оппонент менять свою стратегию также не будет. И перейдем к приложениям игры полковника Блота, то есть к ее практическим применениям. Значит, вообще, на самом деле, игра полковника Блота очень широко применяется, может применяться в различных сферах жизни. Это и экономика, и бизнес, и наим сотрудников, политические вещи. Это какие-то военные операции, возможно. Несмотря на то, что она имеет вполне себе прямое происхождение военное, она широко применяется, например, в политической жизни. И я хочу рассмотреть выборы президента в США. А здесь у нас противниками являются два президента, которые сражаются в выборной гонке фронтами штата США. И ресурсами – это все, что имеют кандидаты, то есть это деньги, популярность в каких-то регионах, знание, личное время и так далее. Выигрышем здесь является победа на выборах. И на самом деле исследователи говорят, что наиболее приближенной к игре полковника Блота были выборы 2000 года между Гором и Бушем. Вот в них выиграл Буш. Но перевес был настолько маленький, что говорят о том, что у Гора была выигрышная стратегия, но он ее просто не использовал. Он совершил какие-то, возможно, маленькие ошибки, по типу той, что вообще не распределил свои ресурсы на штат Теннесси, который был его родиной, предполагая, что за него и так проголосуют. А Джордж Буш, наоборот, он позаботился об этом, поэтому штат Теннесси, например, проголосовал за Буш, и даже такая маленькая ошибка могла стать роковой в победе как раз Гора. Также игра полковника Блота применяется в борьбе с терроризмом. Здесь оппонентами выступают государства и террористы. Государство пытается предотвратить террористические акты, которые могут происходить на различных фронтах, то есть в общественных местах, то есть там автобусные остановки, аэропорты, вокзалы и так далее. Здесь нужно сказать, что у государства намного больше ресурсов, и им нужно их правильно распределить, чтобы не допустить ни одного террористического акта, так как, по сути, если мы подумаем о жизненной ситуации, то хотя бы один террористический акт – это уже победа для второй страны. И третий случай – это найм сотрудников. Здесь можно игру полковника Блота рассматривать в двух аспектах. Первый – это борьба между двумя кандидатами на какое-то одно вакантное место в компании, когда они пытаются выбрать предполагаемую лучшую стратегию для того, чтобы заинтересовать работодателя, а работодатель там расставляет им очки, исходя из опыта работы, образования, может быть, коммуникативных навыков. И борьба между двумя компаниями за более успешного кандидата на одну и ту же вакантную должность. То есть здесь уже работодатели стараются выбрать какую-то стратегию, чтобы привлечь наиболее успешных кандидатов. И в конце я хотела бы сказать, да, выводом моего доклада является то, что мы рассмотрели игру полковника Блота, вот ее ключевые аспекты, различные стратегии, которые в них используются, и обсудили концепцию равновесия Нэша в контексте данной игры. И также мы подробно рассмотрели некоторые практические применения модели в разных сферах жизни. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Насчет гора вы в Википедии, что ли, смотрели? И там, и еще в некоторых источниках. Ну там... Там еще в одном источнике было об этом. Все намного интереснее, по-другому все. Там на другом уровне работа была. Хорошо. Самсонова Мария Гринична. Ой, здесь меня слышно, сейчас подключаюсь. Да, давайте. Так, скажите, пожалуйста, видно ли экран? Да, да, хорошо, на весь экран. Так, секунду. Хорошо, давайте. Итак, всем добрый день. Я Самсонова Мария. И сегодня я вам расскажу про сетевые модели. Итак, здесь на сайте, на слайде представлено краткое содержание, информация о докладчике. Я являюсь студентом группы НФИБД 0.2.21. Итак, давайте же приступим. Сетевые модели у нас являются одним из основных инструментов математического моделирования, которые широко используются для анализа сложных данных. Они нам позволяют выявить ключевые зависимости и взаимосвязи между их элементами. То есть у нас сетевая модель является графическим представлением системы, где узлы — это у нас элементы системы, а ребра — их взаимосвязи. И благодаря математическим методам алгоритма мы можем анализировать различные характеристики системы. То есть, например, это пропускная способность, критические пути или оптимальные решения. И этот подход нам позволяет моделировать транспортные, логические системы, также социальные и биологические сети. И целью данного доклада у нас является знакомство с основными принципами, характеристиками и областями применения сетевых моделей в различных сферах деятельности. Так что же у нас такое сеть? Сеть — это у нас связанный граф, с ребрами которым может быть ассоциирована любая информация. То есть, например, это пропускная способность, это задержка передачи или стоимость соединения. И эти характеристики нам помогают оптимизировать работу сети и обеспечить эффективную передачу данных. При этом у нас сеть имеет внутреннюю структуру, которая описывается несколькими метриками. Определение метриков представлено на слайде. Я расскажу, как они нам помогают. Сеть, степень вершин у нас играет важную роль в анализе структуры в сети, так как позволяет оценить, насколько централизованно или децентрализованно соединение вершин. Степень сети у нас помогает понять общую структуру и сети, обнаружить ее тенденции, такие как словность централизации, децентрализация и соединение. Длина же у нас помогает понять степень связанности между вершинами сети и оценить, насколько эффективно сообщения или информация могут распространяться в сети. И что касается связанности, то она помогает нам определять способность передачи информации, поддержание коммуникаций между узнами. И что касается коэффициента кластеризации, то позволяет выявить плотность соединения в конкретных областях сети и понять, насколько вершинно оккупируются малые сообщества или пластеры. Что же касается сетевой модели, то она у нас представляет математическую абстракцию, которая используется для изучения анализа сетей. И основной ее целью является описание взаимодействия между узлами и связями. Ее отличительной особенностью является то, что схема у нас рассматривается как граф, и в нем тип объектов выявляется узлами, а тип отношения – двугами, которые не ограничиваются иерархией или решеткой. И таким образом у нас появляется возможность использования различных программ для решения задач, связанных с сетями. При этом важными характеристиками у нас являются два графа – это граф смежности и граф инцидентности. На слайде представлен граф свеженности, и он представляет собой квадратную матрицу, где строки и столбцы соответствуют вершинам сети. То есть если у нас в ячейке IJ значение равно единице, то между вершинами IJ существует ребро. Если же нулю, то ребра между этими вершинами нет. Для невзвешенных графов значение матрицы обычно бинарное, то есть 0 или 1, а для взвешенных графов у нас обычно является число, которое представляет собой вес ребра. При этом что же касается у нас граф инцидентности, то это у нас такая матрица, но она имеет размерность количества вершин на количество ребер. И при этом если у нас в ячейке IJ значение равно единице, то вершина I инцидент на ребру J. Если значение равно минус единице, то вершина I инцидент на ребру J, но направление инцидентности противоположное. При этом для неориентированных графов значение матрицы будет либо единица, либо 0, а для ориентированных графов могут быть значения 1 и минус единицы для обозначения направления. При этом где у нас применяется сетевая модель? Сетевая модель у нас применяется в анализе данных, и основная ее идея состоит в том, что данные могут быть организованы в виде сложных структур, где каждая у нас сущность может иметь несколько связей с другими сущностями. При этом у нас сетевая модель обладает некоторыми принципами. То есть, во-первых, каждая сущность имеет родительскую и дочернюю связь, таким образом образует сложные эротические отношения. Далее, у нас сущность может быть связана с самой собой, то есть обладает рекурсивной связью. При этом у нас сетевая модель позволяет устанавливать множественные отношения между сущностями. Четвертое – это у нас направленные связи, то есть каждая связь с сетевой моделью имеет направление, что у нас помогает определить, какая сущность является родительской, а какая – дочерней. И последнее – это гибкость и эффективность, то есть помогает более точно отображать реальные отношения между данными и обеспечивать эффективность при выполнении запросов и операций с данными. При этом у нас структура сетевой модели представляет собой, ну, как мы уже сказали, эротическую структуру данных, которая состоит из записей и связей между ними. Основными компонентами являются сущности, то есть представляют собой основные объекты данных, которые хранятся в базе данных. Следующее – это отношения, которые определяют связи между сущностями. Записи у нас представляют собой конкретные экземпляры сущностей, и сети у нас представляют собой группу записей, которые имеют общее отношение. И таким образом у нас структура сетевой модели представляет собой сеть связанных с записей, где каждая запись может быть связана с несколькими другими записями через отношения. При этом, что же мы можем сказать по поводу преимуществ и недостатков сетевой модели, то, исходя из преимуществ, мы можем сделать, что сетевая модель представляет сложные отношения между данными и обеспечивает быстрый доступ к данным, тем самым помогает предотвратить появление некорректных или неполных данных и позволяет представлять сложные структуры данных, таких как деревья и графы, что делает ее более полезной для моделирования и анализа различных типов данных. Что же касается недостатков, то, исходя из них, мы можем сделать вывод, что от разработчиков, пользователей баз данных требуется дополнительное обучение и опыт, чтобы избежать ограничения и перестройки всей базы данных. При этом перейдем к конкретным примерам применения сетевой модели. Во-первых, она может применяться в банковских системах, то есть каждый клиент может иметь несколько счетов, а каждый счет может быть связан с несколькими операциями, таким образом мы представляем узлы и ребра. Далее это транспортная система, то есть каждый узел у нас представляет город или местоположение, а каждый ребро представляет маршрут или дорогу между городами. Таким образом мы можем моделировать систему автомобильных дорог, железных дорог или авиалиний. Следующая – это информационная система, то есть каждый узел представляет компонент системы, а каждый ребро представляет связь или зависимость между компонентами. Таким образом, мы можем моделировать систему управления базами данных. Следующая – это у нас социальные сети, то есть каждый узел представляет у нас человек или аккаунт, а каждый ребро представляет связь или отношение между людьми. То есть таким образом мы моделируем сеть друзей, где каждый человек может быть связан с другими людьми через дружбу или знакомство. И последняя – это у нас сети взаимодействий биологических молекул, То есть у нас сетевая модель используется для анализа сетей взаимодействий белков, генов, метаполитов и других биологических молекул. Это нам помогает не только понять сложные биологические процессы и инфицировать ключевые гены или белки, и также выявить связи между различными биологическими элементами. И в заключении я хочу сказать то, что у нас сетевая модель, в принципе, представляет удобный, гибкий инструмент для анализа сложных систем и принятия обоснованных решений для решения реальных задач в различных областях деятельности. Поэтому сетевые модели как никогда актуальны и востребованы в современном мире. Здесь у меня представлен литературный обзор. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Спасибо. Белов Максим Сергеевич. Егорова Юлия Владимировна. Крутова, Екатерина Дмитриевна. Здравствуйте. Сейчас включу презентацию. Угу. Презентацию видно? Да, очень хорошо видно. Давайте. Итак, здравствуйте. Сегодня я хотела бы рассказать об игре полковника Плотта. На слайде представлены основные пункты моего доклада. Меня зовут Крутова Екатерина. Я студентка третьего курса группы НПИБД 0121 Российского университета дружбы народов имени Патриса Лулумба. В современном мире математическое моделирование играет ключевую роль в анализе стратегий, принятии решений и предсказаниях результатов в различных сферах, начиная от экономики и финансов, и заканчивая военной тактикой и социальными взаимодействиями. В этом контексте игра полковника Плотта становится объектом интереса исследователей, предоставляя уникальную возможность изучения стратегического мышления и оптимальных решений. Актуальность темы обусловлена не только теоретическими аспектами, но и практической применимостью в различных областях, например, в экономике, бизнесе и военной стратегии. Объектом моего исследования является игра полковника Плотта, а предметом исследования – изучение математических моделей. Цель данного доклада – рассмотреть математическое моделирование игры полковника Плотта. В ходе работы будет проведен обзор основных концепций игры, математическая формализация задачи, рассмотренные возможные приложения результатов анализа в реальных ситуациях. Игра полковника Плотта была впервые опубликована Эмилем Боррелем в 1921 году, и она до сих пор не имеет однозначного математического решения. Решение подходит только для некоторых конкретных случаев. Данная игра относится к классу игр двух игроков с нулевой суммой. Это стратегическая модель-загадка, найти решение которой крайне непросто. Смысл игры заключается в одновременном распределении ограниченного количества ресурсов по нескольким объектам. В классической версии необходимо сделать расстановку солдат на полях боя. Выигрыш в игре составляет количество побед в битвах, а победа в битве определяется количеством выставленных ресурсов. Кто больше выставил на конкретную битву, тот и победил в ней. Рассмотрим задачу под названием «Оборона города». Модель полковника Плотта может быть реализована в виде матрицы, где строки представляют распределение ресурсов одного игрока, а столбцы — распределение ресурсов другого игрока. Полковник Блотта, игрок А, имеет четыре полка, а его противник Б — трипл полка. Противник защищает две позиции. Позиция будет занята полковником Блотта, если на ней выступающие полки окажутся в численном превосходстве. При этом, если у полковника Блотта на позиции полков больше, чем у противника, то выигрыш на этой позиции равен числу полков за противника плюс один за захват позиции. Если у полковника Блотта полков больше, то А теряет все свои полки и один за позицию. Если число полков А и Б на позицию одинаково, то имеет место ничья и никто ничего не получает. Необходимо сформировать матрицу игр, считая, что суммарный выигрыш игрока А равен сумме его выигрышей по двум позициям, и игра является антагонистической. Решение стратегии первого игрока является пара х1 и х2, причем сумма х1 и х2 равна 4, где х1 — число полков, отправленных Блотта на позицию 1, а х2 — соответственно, на позицию 2. Тогда пусть множество х содержит все возможные расположения войск, это у нас 4 и 0, 3 и 1 и так далее, до 0, 4. Аналогично для второго игрока, у равно 0, 3 и остальные до 3 и 0. Рассмотрим заполнение матрицы на примере А1-3, то есть на первое поле боя полковник Блотта выставил 4 полка, в то время как его противник выставил всего 1 полк, что значит, что полковник Блотта побеждает на данной позиции, и он получает 1 полк своего соперника, и плюс 1 за то, что он занял позицию, это у нас получается 2 балла выигрышных. На втором поле боя он не выставил ни одного полка, что значительно проигрывает двум полкам противника, поэтому на данной позиции он теряет все свои полки, если бы он их выставил так, ну их и так 0, и получает минус 1 балл за потерю позиции. То есть на данной позиции у нас получается сумма этих двух результатов, это получается 2 минус 1 равная единице. Остальные элементы заполняются соответствующим образом. Презультаты анализа игры полковник Блотта могут быть применены в различных сферах, например, в военном планировании с его помощью можно оптимизировать размещение и распределение военных ресурсов и операций. Анализ игры полковник Блотта может также помочь при разработке стратегии управления портфелем в инвестиционной сфере. В теме моделирования различных вариантов распределения капитала можно определить оптимальные стратегии инвестирования с целью максимизации прибыли и управления риском. Еще одна возможная область применения – это разработка маркетинговой стратегии и прогнозирование реакции конкурентов на различные маркетинговые действия. Например, компании могут использовать моделирование игры для определения оптимального распределения рекламного бюджета между различными каналами связи с клиентами. Эта игра обычно используется как метафора предвыборной конкуренции, когда две политические партии выделяют деньги или ресурсы для привлечения поддержки фиксированного числа избирателей. С помощью модели полковника Блотта кандидат может увидеть, на какие области лучше расставить акценты во время политической кампании, и достаточно ли ресурсов направлены на ту или иную область. Итак, мы рассмотрели игру «Полковник Блотта», изучали основные концепции игры, рассмотрели решение одной из задач и также обсудили возможные применения в реальной жизни. На этом все. Спасибо за внимание. Вот список литературы. Спасибо. Хусаинова. Да, здесь. Здравствуйте. Давайте. Так, скажите, видно презентацию? Да, видно все. На весь экран давайте ее. Так, сейчас, секунду, у меня что-то зависло. Итак, меня зовут Хусаинова Динара Иратвина, я студентка группы НПИ-ГД-0221. Сегодня я расскажу о модели случайного блуждания, здесь информация о докладчике. Здесь у меня содержание, сначала видение, модель случайного блуждания, рассмотрим описание модели, одномерные случайные блуждания, также смеры применения, ну и дальше заключение будет, выводы. Что для начала рассмотрим, что вообще в принципе такое случайное блуждание, это математический объект, известный как случайный процесс, который описывает путь, состоящий из последовательности случайных шагов в каком-нибудь математическом пространстве. Примерами у нас могут послужить, например, траектория движения молекулы в жидкости или газе, то есть бронуское движение, также колебания цен акций на фондовом рынке и финансовое состояние игрока. В общем-то, все эти случаи могут быть описаны моделями случайного блуждания, даже несмотря на то, что они могут не быть полностью случайными в реальной жизни. Здесь также стоит отметить, что случайное блуждание объясняет наблюдаемое поведение многих процессов в разных областях и таким образом служит фундаментальной моделью для зарегистрированной стахотической активности. Так у нас в математике, например, значение π может быть приближено с использованием случайного блуждания и агентного моделирования. И также стоит отметить, что понятие у нас случайного блуждания было впервые введено Карлом Персоном в 1905 году. Перейдем к описанию модели. У нас, в общем, когда мы сталкиваемся с преминым рядом, лучшей стратегией может оказаться не попытка напрямую предсказать уровень этого ряда в каждом периоде. Вместо этого, возможно, лучше попытаться предсказать изменения, которые происходят от одного периода к другому. То есть здесь как отмечены y от t и y от t от минус 1. То есть, возможно, лучше посмотреть на первое различие ряда, чтобы увидеть, можно ли найти в нем предсказуемую закономерность. И для цели прогнозирования на один период вперед прогнозировать следующие изменения. Также хорошо, как прогнозировать следующий уровень ряда, поскольку прогнозируемые изменения можно добавить к текущему уровню, чтобы получить прогнозируемый уровень. И самый простой случай такой модели – это тот, который всегда предсказывает, что следующее изменение будет нулевым, как если бы ряд с одинаковой вероятностью у нас увеличился или уменьшился в следующем периоде, независимо от того, что он делал в прошлом. И здесь вот представлена фотография, которая как раз иллюстрирует у нас просто какой-либо случайный процесс, для которого подходит эта модель. И также в каждый период времени, двигаясь слева направо, у нас значение переменной делает независимый случайный шаг вперед или вниз. И это так называемое случайное блуждание. Если движение вверх и вниз одинаково вероятны на каждом пересечении, то каждый возможный путь через сетку слева направо априори у нас одинаково вероятен. И также здесь в качестве реального примера рассмотрим, к примеру, ежедневный обмен курс доллара США к евро. У нас график всей этой истории с 1 января 1999 года по 5 декабря 2014. У нас выглядит следующим образом, как представлено на слайде. У нас, помимо того, историческая картина имеет множество вершин и долин. И вот здесь представлен график ежедневных изменений. Также у нас дисперсия не была постоянной во времени, но ежедневные изменения почти полностью случайны. И о чем свидетельствует у нас график уже их автокорреляции. Что такое автокорреляция с лагом K? Это корреляция между переменной и самой собой с запаздыванием на K периодов. То есть это такая статистическая мера, которая показывает, насколько связано между собой значение одного и того же наблюдаемого процесса, например, временного ряда, в разные моменты времени, отстоящие друг от друга на K периодов. Если у нас автокорреляция с лагом K положительна, это означает, что значения переменной склонны иметь похожие значения через каждые K периодов. А если автокорреляция с лагом K отрицательная, то значения переменной, скорее всего, будут различаться через каждый K периодов. Эта концепция у нас позволяет нам оценить зависимость между данными, исследуя их статистическую структуру и поведение его со временем. Также у нас, если значения в ряду полностью случайны, в том смысле, что они статистически независимые, истинные значения автокорреляции у нас равны нулю. Оценочные значения не должны существенно отличаться от нуля. И здесь у нас красные линии представляют собой полосы значимости для проверки того, отличаются ли автокорреляции ежедневных изменений от нуля на уровне значимости 0,05. И в целом это не так. В частности, они совершенно незначительны в первые несколько лагов и не имеют систематической закономерности. У нас модель прогнозирования, предложенная выше представленными графиками, просто не предсказывает никаких изменений от одного периода к другому, поскольку прошлые данные не предоставляют информации о направлении будущих движений. Это так называемая у нас модель случайного блуждания без дрейфа. То есть она у нас предполагает, что в каждый момент времени ряд просто делает случайный шаг от своего последнего записанного положения с шагами, среднее значение которых равно нулю. А если средний размер шага равен некоторому ненулевому значению альфа, например, процесс называется случайным блужданием без дрейфа. И на стадии представлено как раз его уравнение. Далее мы перейдем к понятию одномерное случайное блуждание. Одномерное случайное блуждание у нас является простейшими случайными процессами, в которых объект, там частица или переменная, перемещается вдоль оси или по некоторой траектории с шагами, определяемыми случайно. Они представляют собой модель случайного блуждания и важны для изучения поведения случайных процессов. У нас теория марковских процессов позволяет решать ряд задач. Например, можно находить непосредственные вероятностные характеристики при наличии различных ограничений на процесс, вычислять вероятности выхода процесса из-за границы и тому подобное. Наглядное у нас представление о содержании подобного рода задач, а также о применяемых методах решения для цепи Маркова можно составить на примере одномерных дискретных случайных блужданий. Рассмотрим, например, одномерные блуждания частицы вдоль оси, представляющие собой однородную цепь Маркова со счетным числом состояний. Пусть у нас через некоторую единицу времени возможны переходы от любого и того состояния в три ближайших состояния. Например, i плюс 1, i, i минус 1 с вероятностями, которые вы видите на слайде. Примем, что в начальный момент времени у нас t нулевое равно нулю. Так, это у тебя. И частица имеет координату v0. И дискретные моменты времени t1, 2, n и так далее. Координата частицы изменяется на случайную величину z и t. И случайная величина у нас z и t может принимать значение 1, 0, минус 1 с вероятностями с вероятностями π, 1, минус π, минус q и с вероятностью q. В момент времени t равно n, случайная координата частицы будет равна формуле, которая здесь отставлена, θ n. И здесь еще представлен в принципе график одномерных случайных дискретных блужданий. У нас движение частицы может происходить как по всей прямой teta, так и на некотором ограниченном отрезке. У нас в последнем случае говорят о границах, поставленных на пути движения частицы. Обычно у нас различают три вида экранов. Поглощающий, отражающий, упругий, жесткий. Также у нас, когда частица достигает упругого жесткого экрана, то в следующий момент времени ее координата может уменьшиться, или увеличиться на единицу с вероятностью, допустим, r, либо остаться неизменной с вероятностью 1 минус r. Это что касается одномерных случайных блужданий. Также у нас есть сфера применения данной модели, то есть финансовые рынки, например, модели случайного блуждания, могут использоваться для моделирования цен акций, как я уже говорила, валют и других финансовых инструментов, предсказания рыночных трендов и принятия решений об инвестициях. Что касается экономического прогнозирования, также эта модель может анализировать экономические показатели, прогнозировать изменения на макроэкономике, изучать воздействие различных факторов на экономический рост. Даже метеорология применяется, может применяться для прогнозирования погоды, анализа климатических данных и изучения изменений в атмосфере, также в технических науках, в биологии и медицине. В биологии и медицине она может быть применена для изучения случайных процессов в организмах, моделирования динамики популяции и прогнозирования эволюционных изменений. Итак, заключение. Мы рассмотрели модель случайного блуждания. Также у нас, в принципе, дополнительные изменения и развитие модели могут привести к новым открытиям и улучшениям в различных областях и науке-практике. Здесь у меня список литературы. И спасибо за внимание. Спасибо. Очень интересно. Ну, на этом мы завершаем наше занятие. экзамен, как я понимаю, вам на восьмое число поставили. Это понедельник. Все. Спасибо. До свидания всем. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...